Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. С сегодняшнего дня начал денежить указ о предоставлении безнаявных субсидий на оплату жильево-коммунальных послуг. Кто отримает право на державную допомогу – растумачит специалист. Тарифы за тепленье для беларуса упакуль повышаться не будут. У этом заповнили в пресс-службе Министерства жильево-коммунальной господарки. Проект бюджету на будущий год предугледживает рост зарплат у бюджетной сферы на 9%. На каким месте по узровню середней зарплаты у разных секторах экономики находится Гомельская область, расскажет эксперт. И на приконце программы – знакомство с ценами на Садовину и Городнину на рынках Гомеля. А зараза об этих и инших новинах больше подробязна. В сегодняшний день жихары Беларуси могут отримливать безнаявные субсидии для частковой компенсации платы за жильево-коммунальные послуги. Их предоставить, коли сумма коммунальных платежей, перевышая 20% от сукупного дохода семьи, якая живет в городе, и 15% у сельской мясцовости. Пришим только в межах нормативного споживания. У листопаде некоторые беларусы у своих паштовых скрынях знайдуть новые квитанции. У них будет люстрована сумма отриманной безнаявной жильевой субсидии. Например, на Гомельшине претендовать на такую державную допомогу смогут каля 15% жихару. Субсидии предоставят только на оплату основных жильево-коммунальных послуг. И нагадаем только при их нормативном споживании. Это значит, что расходовать, например, электроэнергию альбо газ можно кольки за угодно. Ли державную допомогу будут наличать в соответствии с их нормативным споживанием. Бензоналичная жилищная субсидия предоставляется на оплату части основных жилищно-коммунальных услуг, к которым относятся техническое обслуживание, очтение на капитальный ремонт, это плата за услуги горячего холодного водоснабжения, отопления, канализации, плата за услуги газоснабжения. К этим услугам относятся электроснабжение, которое потребляется на освещение квартиры, на бытовое электропотребление. Кроме этого, субсидируется потребление той доли электроэнергии, которая расходуется на освещение мест общего пользования и на работу оборудования, включая работу лифтов. А життявляться такая допомога будет по двух принципах. Выявным, значит, автоматично, и заявным, самостоянно. В первом случае это тычется наступных категорий граждан. То, что касается выявительного принципа, то право на начисление этой безналичной жилищной субсидии имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, установленные в государственном сроке, и получающие эту пенсию, но не работающие. Кроме этого, имеют право на получение безналичной жилищной субсидии по выявительному принципу те граждане, которые являются инвалидами и не работают, не работающие инвалиды. Кроме этого, у этих граждан в составе семьи не должны быть работающие члены этой семьи. Остатние громадяне для отрывания допомоги повинны звернуться у отповедной инстанции. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службу субсидирования соответствующим пакетом документов. К этим документам относится документ, удостоверяющий личность гражданина. Это и паспорт, это свидетельство о рождении и другие документы, в том числе и пенсионное удостоверение, а также те сведения, которые содержат информацию о совокупном доходе семьи. То есть те доходы, которые получает гражданин. Кроме этого, он в службу субсидирования предоставляет свое заявление, и это заявление служба субсидирования соответственно рассматривает. Делаются расчеты, по которым определяется право этого гражданина на получение безналичной жилищной субсидии. Документы, которые дают право на отримание безнаявных жильевых субсидий, придется периодично обновлять. Той, кто будет отримывать допомогу по выявным принципам, должен это делать раз в квартал, по заявным раз в поугодам. На протягу Кострышника во всех жильево-коммунальных господарках появятся службы субсидирования. Туда, кроме подачи документов, можно накеровать и свои пытания, что тычется нюансов предоставления безнаявных жильевых субсидий. У протяг темы. Тарифы за тепленье для беларусов поколь повышаться не будут. Угэтым заповнили у пресс-службе Министерство жильево-коммунальной господарки. Нагадаем, все лету Саковику сгодно указу об оплате жильево-коммунальных послуг были затвержены максимально махчимые тарифы на усеих виды. Середняя выниковая сумма за тепленье будет вагаться у межах тех лечбов, которые значились в квитанциях за студень лютый этого года. До других тем. В Беларуси рыхтуют пропановы по повеличении заработной платы наставникам. Ранее поведомлялось, что у Рад Беларуси установил надбавки до зарплаты педагогам додатковой эдукации при оказании ими платных эдукационных послуг у школы. Например, педагог за другую квалификационную категорию наставника отримает надбавку по меры 30% тарифной ставки, за первую 55%, за высшую 90%, за категорию наставника методиста 120%. До речи, в 2017 году структура расходов бюджета у крыху изменится. Однако на финансование важнейших обороненных артыкалов это не повплывает, стверждают специалисты. При этом расходы у инших сферах могут сменшиться. Например, снизится финансование будовництва. Межтым проект бюджету на будущий год продугледживая рост зарплаты в бюджетном секторе на 9%. Что до селетних зарплат работников Гомельской области, то их средний узровень в опошние месяцы пачал расти. Последние данные официально опубликованы, это август текущего года. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата работников Гомельской области за 8 месяцев составила 632 рубля. В том числе за август 674,6 рубля. По уровню оплаты труда среди регионов Республики Беларусь Гомельская область занимает стабильное третье место, уступая городу Минску и Минской области. Коли говорить о померах средней зарплаты по голенах экономики, то по раннейшему самыми высокими они застаются у сферах информационных технологий, горноздобывающей промысловости, нафтоперепрацовки. Что касается социальной сферы, в образовании средняя заработная плата в августе составила 450 рублей. В том числе учителей – 564 рубля. В здравоохранении средняя заработная плата составляет около 600 рублей. В том числе врачей – 948 рублей. Протягиваем выпуск. А зараз традиционное знакомство с ценами на Садовино-Городнину на Гомельских рынках. Одразу привабило поширение ассортименту яход. Разом с жоровинами начали продавать глох и калину, а маль – по 1,5 рублей за килограмм. Это на центральном рынке. Тут же и малины по 7 рублей за килограмм. Пригожие духмяные восенские яблоки продаются у межах от рубля до 2 на центральном и Давыдовском рынках. З'явилися и гранаты, прикладно по 4,5 рублей. Агурки крыху выросли у цене. Зараз и не каштуют у середням каля 1,5 рубля. Кабачки можно знайсти по рублю, баклажаны по рублю 30 копеек. Что до традиционного набора садовины, то бульба каштуя от 30 копеек, морква от 45, бурак от 27, цибуля от 35. Цена на помидоры вагается от 40 копеек до 1,5 рубля. На перец от рубля до 5. Цены на гэту и иншую садовину и агароднину у таблицы. На гэту мы меня все. З вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир «Простый день». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова